Закон о проекте о дачной прописке одобрила комиссия правительства Российской Федерации. Он разрешает регистрацию россиян по месту жительства на садовых и дачных участках. Документ был разработан после того, как Конституционный суд признал запрет на нее незаконным. Желающим жить в дачном домике необходимо соблюсти некоторые условия, а потом еще мужественно принимать правила дачной жизни. Татьяна Окладникова изучала плюсы и минусы дачной прописки. Это дачный кооператив «Восход», что расположен в Ингодинском районе Читы. Больше двух десятков семей не только приезжают сюда летом, но и живут круглый год, оформив регистрацию. В их числе председатель кооператива Игорь Зиновьев. Он прописался на даче лет пять назад. Удалось, говорит, это не с первого раза, ушло на все года полтора. Но это того стоило. Во-первых, я стал полноценным гражданином, я имею право голосовать, Я имею право и оружие зарегистрировать, и машину, и все остальное. Без этого никуда никак, сами понимаете. Сегодня времени и средств на получение регистрации в дачном или садоводческом объединении тратится куда меньше. Главное, чтобы в собственность был оформлен именно жилой дом. Прописаться в приспособленном помещении, садовом домике или жилом строении не получится. Все необходимые документы примут в федеральной миграционной службе. И в течение трех дней вопрос будет решен. Процедура, в принципе, она не является какой-то сложной процедурой. Заявление, свидетельство о праве собственности, и, соответственно, сам гражданин со своим документом, удостоверяющим личность. Сегодня такую регистрацию в Край оформили около 90 семей. Но если получить прописку в дачном кооперативе дело несложное, то жизнь здесь таковой не назвать. Все-таки дачный кооператив – это не поселение. Здесь нет почтового отделения, медицинского пункта, магазинов, транспорт, сезонный. Еще и сотовая связь плохая. На отсутствие инфраструктуры дачники жалуются в Краевой союз садоводов и огородников. Напрашивается вопрос, а где у нас муниципальное образование, на территории которых мы находимся? Вот сейчас мы находимся с вами в Ингодинском районе города Читы. Почему муниципальное образование Ингодинского района не возьмут вот эту проблему, нашу инфраструктуру, к себе? Потому что все тянуть, извините, с дачника на инфраструктуру мы уже не посилены. Тем не менее, все больше забайкальцев оформляют регистрацию на дачах. Обходится такое житье дешевле. И надеются, что придет время, когда местные администрации озаботятся об устройствах загородных кооперативов. Но для этого необходимо, чтобы садоводческие и дачные участки присоединили к муниципалитетам. Во всяком случае, актуальность этой проблемы уже оценили на федеральном уровне. Татьяна Кладникова, Виталий Кошнин, Вести, Чита.